Бизнесмен хочет купить частный рейс, ему говорят 20 тысяч, допустим, Рига-Берлин. Не пахнет ли там откатами? Если у них тяжелая ситуация, а какая ситуация в Латвии тогда? Поймут это тогда, когда им часть пенсии будут выплачивать вакцинами. Люди могут получить свою зарплату. Частные полеты бывшего премьера Каренща. У нас сейчас такая интересная ситуация, что все сейчас друг на друга показывают пальцем. Как там на самом деле? Ну, вся эта вену от Ибас Беда началась гораздо раньше. Все уже забыли, министрами экономики был Кампорс, потом Каренщ, потом Павлиус, потом Пути. И все они выписывали лицензии на К-генерацию и так называемый ОИК, про которого уже тоже многие забыли. Где эти скандалы уже развивались, развивались. И на Старой Риге, в барах, говорят, что оттуда уже эти откаты и деньги для тумбочки, из которой, так сказать, платили эти зарплаты в конвертер, в бюро явно вену от Иба. А полеты – это вообще интересная тема. Во-первых, интересно было бы проследить всю цепочку от Каренща, который принимал решение, до бухгалтерии компании, которая обслуживала, которая выдавала самолет. Получается так, ну, грубо говоря. Если богатый бизнесмен хочет купить частный рейс, ему говорят, 20 тысяч, там, допустим, Рига-Берлин. А Каренщ летал за 40 тысяч. Не пахнет ли там откатами? Я думаю, что… Может быть, и краб была особая. Ну, и, ну, вся Рига уже смеется там, когда люди собираются, у которых голова в правильном месте. Все смеются и говорят, ну, тут же невооруженным глазом видно. Ну, посмотрим, как там будут расследователи. И что интересно, когда вы взгляды на эту ситуацию, вспоминаю, вот там, 2021 год, 22 год, когда был весь этот энергетический кризис, когда все эти цены улетели в космос, у нас был такой президент-левец, у нас такой, в обиходе был такой термин, как режим Каренща-левеца. И это был тот самый Левец, и, по-моему, даже и Каренщ, который нас всех учил, что нам нужен теперь экономик деньги, ведь сейчас времена тяжелые, а сами… Ну, к сожалению, ну, что поделаешь, ну, это… И я уже, ты будешь задавать следующий вопрос, не шатается ли это правительство. Конечно, она уже в агонии, но, к сожалению, мы, как всегда, оказались правы. Этот парламент уже ничего хорошего не сделает. Не может никакая комбинация получиться, чтобы создать нормальное правительство, которое бы спасало эту страну. И я чувствую, приближается этот момент, когда президент Ренкевич будет вынужден распустить этот парламент. Быстрыми шагами приближается этот день. Мы очень часто сравниваем Латвию с Эстонией, ее ставя как пример. И буквально только что премьер Эстонии сказал, что у них очень тяжелая ситуация. Если у них тяжелая ситуация, а какая ситуация в Латвии тогда? Хороший вопрос. Доходная часть латвийского госбюджета 2024 года – 14,5 миллиардов. Доходная часть бюджета Эстонии, маленькой Эстонии, 16,8 миллиардов. То есть больше, чем 2 миллиарда больше. Где на полмиллиона меньше населения. Да. Государственный долг Эстонии – 20% от валового дохода. Латвии – 40%. То есть 2 раза больше. Премьер Эстонии сказала, что те деньги, которые мы платим за проценты, а это же сейчас большие деньги. Латвия платит 1 миллион в день. Премьер Эстонии сказала, что мы просто бросаем эти деньги в топку. Так Латвия бросает в 2 раза больше. Так где больше катастрофы? Если премьер Эстонии говорит, что у нас катастрофа, так что тогда в Латвии? И уже же были новые прогнозы, что через 2 года это будет еще на 1,5-2 раза больше в Латвии. Ну, конечно, они в этом году как минимум 3 миллиарда опять будут вынуждены занимать. Ну что, вот так идет все вниз. Ну, наверное, пенсионеры поймут это тогда, когда им часть пенсии будут выплачивать вакцинами. Потому что и в 25-м, и в 26-м году Латвия по тому договору, который заключила Ван дер Лейен на все европейские страны, Латвия будет вынуждена платить где-то 50 миллионов в год и в 25-м, и в 26-м году за вакцины, которые никому уже не нужны. Ну, так может, действительно, часть пенсии вакцинами будут выплачены. К этому все идет. Так может, эстонцы, они не умеют занимать деньги, может, нам надо им послать нашего министра финансов? Да, если они говорят, что такая ситуация плохая, безвыходная, надо послать туда Ашераденса и того же Каренща. Они научат быстренько, как надо занимать и как надо жить. Некое предприятие «Балтийский экспресс» поделилось некой своей ситуацией в интернете. Раскрой, пожалуйста, ее. Это то, против чего я боролся, начиная с моей комиссии, которую я вел 10 месяцев расследования капитальному ремонту финансовой системы. Вот результат. Мы нашу комиссию закрыли, как будто все в порядке. И вот результат. Акционерное общество «Балтийский экспресс», которое перевозит грузы по железной дороге. Перевозчик. Больше, чем 150 работающих. 4 миллиона выплатили налогами в прошлом году. Они перечисляют зарплату своим железнодорожникам на разные банковские счета. И вдруг банк «Лу-Минор» не выдает зарплату железнодорожникам. Они говорят, докажите, откуда у вас эти деньги. Зарплату, которая перечисляется месяцами, годами. Частному лицу. Частному лицу на его что? Приносите договора от предприятия, еще что-то, еще что-то. Ну, представляешь, простой железнодорожник. Что, ему делать нечего? Он вообще не понимает, что такое иногда, что такое имя, как послать эти документы. Каждый может прочесть в Фейсбуке. Акционерное общество «Балтийский экспресс» написал открытое письмо. Ну, президенту, премьеру, всем подряд. Так это не от банка происходит. Это все от Латвийского банка и от службы разведки, финансовой службы, которые навязали такие правила банкам, коммерческим банкам, что те душат любого клиента, лишь бы не получить штраф. Потому что над ними висит, так сказать, топор. Если у кого-то не спросят, им, может быть, миллион, два миллиона выписать штраф за то, что они не проверяют своих клиентов. И вот довели до абсурда. Простых людей просто им не дают жить. Им неделю задерживают зарплату, вторую задерживают. Говорят, если вы не отчитаетесь, мы вам закроем счет и пошлем деньги обратно туда. Акционерный банк заморозил счет их. Да, да. Люди не могут получить свою зарплату. Предприятие заплатило на счет, банк говорит, подозрительные деньги. Доказывайте. Ну, это же абсурд. В принципе, за такие дела нужно увольнять сразу. И все руководство Латвийского банка, и все руководство службы финансовой разведки. Они просто, они же вредители, они вредят экономике. Субтитры подогнал «Симон»